Эксперты прогнозируют, что к моменту ослабления пандемии, выхода из карантина и открытия границ в туристической отрасли накопится огромный отложенный спрос. Люди, уставшие от домашнего времяпровождения, с удовольствием отправятся в путешествия. Об этом свидетельствуют и результаты опроса сервиса для планирования путешествий One2Trip. При этом в условиях кризиса, вызванного пандемией, денежные накопления многих потенциальных туристов уменьшатся, покупательская способность снизится. В этих условиях туроператорам и турагентам нужно обладать недюжинным профессионализмом и гибкостью, повышать свою квалификацию и уровень сервиса, чтобы предлагать людям с разным бюджетом разные возможности для путешествий. Стоит задача привлечь и затем удержать лояльность туристов. Впрочем, туркомпаниям в этом году вообще пришлось показать чудеса быстрой адаптации. Это стало настоящим условием вживания. Компании переориентировались на продажу внутренних туров. Эксперт отмечает, что пандемия навсегда изменила сферу туризма. Ситуация в мире, помимо прочего, показала и необходимость активнее развивать технологии и переводить турбизнес в онлайн, делать сервисы более автоматизированными и удобными для потребителя. Соответственно, меняется и требование к самой профессии турагента. Тему обсудим с гостем в студии Елена Астафьева, куратор школы туризма. Доброе утро. Елена Сергеевна, доброе утро. Вот этот год, как мы и сказали, действительно стал настоящим испытанием для туристического бизнеса в целом. И как туркомпании его пережили, чему он научил? Пережили, ну, во-первых, не все, конечно. А те, что пережили, им пришлось подстраиваться и, конечно же, обратить внимание на внутренний туризм. Первое, что сделали мы, мы стали обрабатывать доступные направления, готовить туры по внутреннему туризму. Это курорты нашей необъятной страны, у нас есть что посмотреть. Абхазия, Сочи, Камчатка, конечно же, наш любимый и родной Дальний Восток. Мы стали разрабатывать туры в Приморье, тем самым привлекая сюда западных туристов. Также, конечно же, мы стали разрабатывать авторские туры, что позволяет нам стать туроператором. Соответственно, привлекать не просто частных туристов, но уже и агентство обращается к нам, и это помогает нам оставаться на плаву. Вот как мы уже отметили, да, работа турагентов, она изменилась. И что должен знать и уметь турагент, чтобы клиенту было выгоднее и интереснее обратиться именно к нему, а не самостоятельно составлять тур? Я вам скажу, наверное, на своем личном примере, почему я бы не стала самостоятельно организовывать свой тур. Ну, во-первых, это риски, с которыми при возникновении мы остаемся один на один со своими проблемами. Ну и второе, современному туристу очень важно качество сервиса и качество предоставляемых услуг. И самостоятельно оценить это по тем же фотографиям в интернете вы не можете. Поэтому, конечно, люди подбирают себе турагентства или турагента, которому они доверяют, который владеет достаточно информацией, чтобы подобрать тур индивидуально, чтобы угодить именно этому человеку. И чтобы человек знал, куда он едет, что картинка соответствует реальности. А какие трудности могут возникнуть, с какими рисками может столкнуть человек, с которым может помочь именно турагент? При самостоятельном бронировании, например, отель может не подтвердить бронь, а деньги вы уже оплатили. А тур, например, горящий. И деньги возвращаются, например, три дня. И горящего тура уже нет. Ну, то есть много сложностей, также и какие-то истории со страховками уже на принимающей стороне. То есть это бесконечное описание на сайты бронирования ни кому, ни человеку, где вы ждете несколько дней ответа на ситуацию, которую вы обозначаете. Это, конечно же... Ну, а турагент, в общем, делает это все за вас? Да, лицо, с которым вы общаетесь уже в мессенджерах, уже в WhatsApp. Он на связи все время, да? Да, он все время на связи, конечно же, это удобнее сокращается. Еще такой момент, 2020 год показал, что сейчас все переходит в онлайн. Вот можно ли, не посещая офис, взять и купить себе туристическую путевку и сразу оплатить все, и со спокойной душой через какое-то время уже поехать? Конечно, сейчас самые крупные игроки на рынке туризма стараются создать свой сайт, свой софт, свои мобильные приложения с возможностью бронирования туров, где вы можете выбрать тур, забронировать тур, оплатить тур, получить все документы на электронную почту и все, казалось бы, делай в шляпе. Но такой момент, что сейчас, конечно же, туристический бизнес немножечко изменяется, потому что он уходит в B2B. Людям нужен человек, у него возникает масса вопросов при бронировании тура. А пешая доступность? А где находится пляж? А чисто ли там море? А какой это отель? А мы с семьей? А я вот возрастной человек? И так далее. И, конечно же, у турагентов больше опыта, больше знаний. Они ездят в рекламные туры, они знают продукт изнутри. Поэтому это своего рода гарантия качества. То есть получается, что вот такие мобильные туроператоры, они сейчас будут турагенты, они сейчас будут востребованы с каждым годом. И для тех, кто хочет получить новую профессию, в принципе, это такой интересный новый шаг. Хорошая возможность, да? Хорошая возможность, да. Потому что туристический бизнес уходит с офиса и приходит в дома. Это уже, знаете, как турагентов сейчас подбирают, как стоматологов, косметологов, няню для своего ребенка. То есть это человек, с которым вы работаете годы. И важно найти своего человека, которому ты будешь доверять. Поэтому чаще всего сейчас это мамочки в декрете с возможностью зарабатывать дома. Все ушло в онлайн, все ушло в телефоны. Сейчас достаточно даже не компьютера, просто телефона как забронировать, так и продать тур. Вот. Поэтому, конечно, в этом... Но вот как раз-таки вот эти навыки, как их можно получить, знания? А можно, конечно, поступить в институт и учиться 5 лет. Но есть более простой путь. Компания РСТ Тур в этом году запустила новый проект. Это школа туризма. Единственная школа туризма на Дальнем Востоке. Что мы предлагаем? Мы предлагаем 2 месяца практических занятий от действующего и ведущего туроператора Дальнего Востока. Учим мы, конечно же, с нуля. От основ. Не надо стесняться, не надо думать, что вам что-то там уже нужно знать. Нет. От терминологии до инструментов продаж. От психологии, от маркетинга, от сайтов бронирования. То есть вы узнаете все от начала, как зайти в туристический бизнес и как продавать его с телефона, не имея ничего. Это подходит, и я уже повторюсь, мамам в декрете и студентам. И, допустим, турагенты, которые ориентировались только на международный туризм. А мы компания, которая нацелена на внутренний туризм. У нас офис в Сочи, офис в Приморье, офис в Хабаровске. Собственные базы отдыха в Приморье. Поэтому, как бы, внутренний туризм для нас не в новинку, и мы можем дать очень большой опыт. Ну, также это большая группа наставников. Наши студенты начинают с зарабатыва, еще не закончив школу. То есть уже на втором месяце обучения, как практика, мы начинаем оформлять. Вот, кстати, если, извините, что перебила, кто-то хотел переквалифировать. Вот как раз-таки сейчас мы можем показать, да, информацию по телефону, для связи, контакты, куда можно позвонить, где можно связаться, чтобы получить вот такую новую профессию. Как раз-таки. Из любой точки мира, да, я так понимаю, можно работать? Конечно, работа удалена. Абсолютно вы можете находиться где угодно, имея собственные базы отдыха. Многие наши ученики уезжают работать на базу отдыха и там оформляют заявки. То есть неважно, где вы находитесь, в этом-то и прелесть. Ну и, конечно же, готовца не летом. Мы готовы об этом кричать на каждом углу. Казалось бы, что сейчас не то время для учебы, не то время для туристического бизнеса. Но так или иначе, нужно готовиться сейчас. Это прекрасное направление. Внутренний туризм нашей страны вышел на первые лидирующие позиции. Нужно работать, обрабатывать, предлагать нашим туристам новые направления, а не сидеть поджав хвостик. Пользуемся возможностью обязательно. Пользуемся возможностью. Вам большое спасибо за эти советы. Елена Астафьева была на студии, куратор школы туризма РСТ Тур.